Пришел человек к кому-либо домой, и он угрюмый сел, ни с кем не разговаривает, он ничего не хочет. Скажите, с ним хочется общаться, на него хочется смотреть? Нет. А что не хватает этому человеку? Дело в том, что люди так устроены, что у одних людей ничего не получается, у других людей все получается. Есть определенная кнопка, которая способна запустить это все. Это определенная кнопка, о ней я расскажу сейчас в двух словах. Люди думают, что состояние счастья и состояние радости, которое они могут транслировать в окружающий мир. Допустим, человек один пришел радостный, смеющийся, общается с людьми, и с ним хочется разговаривать. У него налажена коммуникация. А второй пришел несчастный, расстроенный, угрюмый, ни с кем разговаривать не хочет. Дело в том, что и в первом, и во втором случае человек должен знать, что мы живем по принципу, как сказал Будда, сосуда. То есть в сосуд можем что-либо наливать и что-либо отдавать. В случае, если человек... Человек может в свой сосуд наливать только жизнь. И она может формироваться от его эмоций, плохих эмоций и хороших. Чем отличаются люди во дворце от людей, которые живут обычной, ну и бедной жизнью? Дело в том, что чем ниже человек находится в условно-социальной лестнице, тем меньше эстетизма и меньше радости он получает. Его жизнь... Вы знаете, я знаю таких людей, которые... Вся их жизнь, она сводится к тому, что они не могут получать удовольствие. Их удовольствие сводится к тому, что они могут выпить или принять наркотик. Они могут кушать, не ощущая даже вкуса пищи. Им все равно, с чего кушать. Для них важно четыре элемента их выживания. Им необходим секс, им необходима пища, им необходим сон, им необходимо тепло. Ну, возможно, работа. У таких людей могут быть... Это люди, они похожи на обычных животных. Им все равно, таким людям... Я их не обвиняю. Таким людям все равно хотят... Им все равно, висят ли картины, чистые ли грязно. Они живут и, может быть, задача их даже вполне благонадежная или хорошая. Но их больше ничего не интересует. Их не интересует, видят они небо или нет. Что стоит в их квартире. Есть что-то или нет. Их интересует, возможно, там спокойствие. Возможно, у них есть эгоизм и так далее. То есть, человек сужает возможности и свои потребности. Вернее, человек сужает возможности получения удовольствия от жизни до четырех компонентов. То есть, человеку важно... Он может получать удовольствие от еды. И здесь вмешивается Дуйко, который провел семинар, который называется «Инсулинорезистентность», где сказал «Много кушать плохо, иногда необходимо голодать». И человек, который должен накапливать энергию радости и эстетизма для дальнейшей коммуникации с окружающим миром, он еще и отнимает у себя такую радость, которая должна накопиться и которая должна в дальнейшем проявляться. И человек не доспал, человек не доел, у него нет интимных отношений, он не получает радость, а все время напряжен или обучается, или смотрит телевизоры, война и так далее. Этот человек сталкивается с тем, что у него появляются панические атаки и депрессивные эпизоды, нервные состояния, он боится выходить на улицу, возникают страхи. Что необходимо сделать человеку? Прежде всего, люди должны понять, что будучи вот таким грубо существом, которое не хочет получать удовольствие от того, что… Я не говорю получать удовольствие, видеть. Видеть то, что показывают глаза. Допустим, человек может встать и пойти, а может увидеть того, кто рядом с ним находится. Увидеть, где он находится. Увидеть, во что он одет. Увидеть дерево. Увидеть пищу. Увидеть тарелку, из которой он есть. Приукрасить, себя сделать красивее, одеться, возможно, более наряднее. Повесить картину или начать заниматься живописью. Слышать музыку, получать эстетическое удовольствие, возможно, отчтение чего-либо. Начать приукрашивать свою жизнь не сразу чем-то таким глобальным, гениальным картинами, живописи старинных голландских мастеров. На это и денег не хватит, и возможностей. Но, знаете, о чем я говорю? Начать чувствовать, что ты живешь. Начать видеть, что ты живешь. И хоть немножко от этого наслаждаться. Хоть чуть-чуть. Понимать, что жизнь – это не только поесть, поспать и с кем-то переспать. И не только зарабатывать. А жизнь, она связана еще и с тем, что ты живешь. И в ней есть компоненты. Эти компоненты и есть то масло, то топливо и тот бензин, который способен накопиться. И этот бензин, он может создавать возможности, при котором человек выйдет и будет улыбаться. Захочет с кем-то коммуницировать. Его чувство изменится, он станет более ярким.